Коммунальный окоп. Такую траншею местные жители увидели у своих домов на днях. Мы спустились сюда специально, но кто-то может оказаться здесь отнюдь не по своей воле. Утром в субботу жительница деревни Божгалы Зоя Анфилатова не сразу смогла попасть из своего двора на дорогу. Под силу ли пожилому человеку перешагнуть такую канаву без мостика? Беспокоится Зоя Викторовна не только о себе. Вдруг вот ребенок упадет в эту яму или сломает ногу или чего-то. Это же деревня, это же не городская черта, это же деревня. Вот приехали вчера, предположим, соседка хотела привезти своего супруга, он у нее инвалид первой группы с Палочкой. Они не могли в баню, они не могли попасть. Это не военное учение, а вполне мирная жизнь. Впрочем, уже не совсем мирная. Траншея поделила улицу Тополину на две части не только вдоль, но и в некотором смысле поперек. Дело в том, что рытье канавы организовали жители другого конца улицы в целях осушения своих участков. Однако о земляных работах стороны между собой не договорились. Как результат – деление на два лагеря и настоящее противостояние. Нам совершенно не надо было эту дорогу. У нас была хорошая сухая дорога. Если у них сыра, они бы свою дорогу уделывали. Потом я говорю, да кто бы мне уделывать-то? Вот сама доставай трубу, сама зарывай и ставь мостик. Я говорю, миленькая, я одна старуха, так я почему должна это делать-то все? Мы живем тут уже 20 с лишним лет. Тут не было никогда проблем. Вот такое безобразие. Ни ограждений, никого не предупредил. Трактор работает, просим дать ей документ. На разрешение его нет. На каком основании вы роете? Нам ответили, у вас было собрание, на собрании эти рытье канавы не было зафиксировано. Об этом разговора не было. Разговор был на собрании, что будет грейдер, просто будет грейдер. Нас они вообще игнорируют, мы никто. Надо дрова привезти где-то что-то, еще вот это, сосед вот у нас, дядя Коля, ему в жизни перешагнуть эту траншею. Первый год парализован. Траншею надо убирать в любом случае. Никто никому не сказал, они самопроизвольно вырыли эту канаву и делайте вот как хотите. Еще одно собрание состоялось в понедельник утром, рассказывают жители улицы. Но договорить со сторонам так и не удалось. Сегодняшнее собрание закончилось то, что яму нужно оставить, она как бы ее затянет, трубу здесь положим, они нам обещают. Одну трубу. И заезд будет. От пенсионерки. И все. Остальное будет канава, высота до метра. Есть инициативная группа, взяла на себя ответственность это, испоганить нам дорогу. Сделайте так, чтобы было все как было. Все это могло бы просто, собрали бы людей по собранию и нормально бы объяснили. А канавить можно было все это грейдером, нормально, без всяких проблем. И я думаю, не против бы были, чтобы была бы тут канавка 20-30 сантиметров, как положено. У другой стороны конфликта правда своя. Говорят, хотели как лучше. У нас 16 дворов, постоянно топят эти сама приусадебные участки. И плюс становятся непроезжие. Так как я практически всегда нахожусь в деревне, и у меня есть вездеходный транспорт, по субботам мы с товарищем постоянно кого-нибудь вытаскиваем из проезжей части. Кто-то застрянет, кто-то еще. И вот мы с Василием Кашиным пригласили трактор, наняли его за свои деньги и прокопали, не портя дорожного полотна, мы прокопали вдоль дороги канаву, водоотводную канаву. Каждому дому было предусмотрено, что каждому дому будут прокладывать трубы те, кто. Но, естественно, трубы – это затратная часть. Не все жильцы нашей улицы даже заплатили по полторы тысячи в фонд деревни. Несколько труб, которые было задумано проложить, Николай Кузнецов уже приобрел на собственные средства. Обещал помочь и пожилой соседке Зое Анфилатовой. Остальным несогласным, чьи участки оказались в эпицентре земляных работ, видимо, придется оплачивать покупку из своего кармана. Конфликтная ситуация создали люди, которым захотелось, видимо, пропиариться, потому что те, кто больше всех возмущается, их как раз это ничего не коснулось. Там, да, возникло у трех человек, у трех человек сейчас подъездные пути мы нарушили. Но сейчас идет, мы же не закончили, у нас идет полным ходом ремонт дороги, так? Вот на сегодняшний день мы в понедельник уже могли бы привезти грейдер, но меня попросили те, кто не успел приобрести трубы, они попросили меня подождать. Можно было просто откопать от своего дома, и тогда вода бы хлынула. У двух-трех человек, у которых больше всего топит, можно было откопать, и мы бы вывели ее на общую дорогу, и тогда бы люди возмущались, что размываем дорогу, потому что отвели от себя. Было общее собрание жителей деревни, на котором было принято решение о ремонте и содержании дорог. Для этого было определено, чтобы из каждого жителя, проживающего в деревне, собрать на нужды поселения по полторы тысячи рублей. Протокол того самого собрания удалось чуть позже взять у старосты деревни. Согласованного решения о проведении этих земляных работ мы в нем не нашли. Впрочем, инициаторы обещают, в самом скором времени дорогу приведут в прежний вид. Я взялся за это, я его обязательно доведу до конца вместе со своим товарищем. Глава поселения, которая все прекрасно сдает, и у меня с ней разогласий нет. Глава Ильинского сельского поселения Татьяна Якимова от каких-либо комментариев отказалась. Документы, разрешающие проведение подобного рода работ, протестующие соседи пока что не увидели. Желания договориться мирным путем сейчас уже нет ни у одного из противоборствующих лагерей. А тем временем спор о злополучной канаве дошел до прокуратуры. Заявление о нарушении правил проведения земляных работ, подписанный несколькими жителями, в данный момент находится на рассмотрении.